Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И все-таки напомню туристам, что такое все-таки Грузия. Да. Грузия это морские курорты. Это Батуми, это морские курорты Кваряти, Гонио, Кабулиет и Анакли. Все курорты, кроме Анакли и Уреки, это курорты с Галькой. Ну, здесь хорошая Галечка. Если хочется, например, песочка, это анакли и уреки. На второй картинке мы опять-таки видим грузина, который танцует. В принципе, в Грузии это поющая и танцующая страна. Мы будем часто видеть в этой стране грузинские танцы, которые всегда захватывают дух. Чего только стоит, например, танец настоящих джигитов с кинжалами в руках. И это сразу в танце, когда они с мечами, например, с кинжалами и сразу со щитами просто дерутся во время танца. Это захватывающий вид. Но это можно увидеть в городе Тбилиси, в многих ресторанах даже. Как мы уже говорили по поводу вина, вино в Грузии это все. Льется рекой. Судя по этой картинке, льется рекой. Она так и есть. И, конечно же, последняя картинка этой горы. И здесь просто такой даже интересный факт. Буквально понежившись на солнце, искупавшись в море, мы через два часа можем оказаться в горном климате, оказаться уже в суровых кавказских горах, опять-таки отдохнуть там. Посмотреть эту страну настолько, хоть она небольшая, но она необъятная. Ее просмотреть даже за неделю всю, ну очень трудно. Это прекрасная экскурсионка. И кроме этого, это историческая страна, которая являлась одной из первых, кто принял христианство. Что и уже, в принципе, если дальше перейти, мы можем это увидеть. Это та же самая древнейшая самобытная культура. И, опять-таки, это не рукотворная природа. Хотелось бы, конечно, заметить. Такие места, как Сванетия, горный регион, который находится на севере страны. Куда... В Сванетию можно попасть двумя путями. Если это с мая до октября месяца, это можно на транспорте, на автотранспорте. Зимой в Сванетию попасть, ну, если не на самолете, вообще нереально. Да, просто засыпает огромным количеством снега, все перевалы. И поэтому зимой есть даже... Летают рейсы из города Рустави. Это город, который находится в пригороде Тбилиси. Летают маленькие самолётики в сторону Местии, где, в принципе, сейчас строится прекрасный новый горнолыжный курорт. Ух ты, интересно. Да, и поэтому мы прилетаем в Тбилиси. Это будет возможно, например, через пару лет. И, опять же-таки, на маленьком самолётике мы летим в сторону Местии. Роскошно, конечно. Звучит очень вкусно. Да, это всё будет в ближайшее время возможно. Ну, опять-таки, это, конечно, лечебные курорты. Ну, и самое главное, вот в данный момент, для чего, в принципе, многие туристы собрались, это, конечно же, узнать о морских курортах. Это тоже самый город Батуми. Батуми – это прекрасный город. Это город с интереснейшей архитектурой. Кроме этого, здесь есть интересные скульптуры, которые стоит посетить, например. Чего стоит только скульптура Али и Нино. Али и Нино – это скульптура, посвящённая Нино. Это грузинская принцесса, которая была христианкой, но которая училась в Баку. Училась она в гимназии. Она влюбилась в азербайджанского принца Али. Али был мусульманином, и поэтому, в принципе, родители Нино запрещали выходить замуж за мусульманина. Это оказывалось такой, можно сказать, запретной любовью. Это даже посвящён целый памятник Батуми, который движется, они целуются, и он опять отбегается. К сожалению, этот памятник я не... Ну, во-первых, мы все его наверняка видели, но мы можем его сейчас и показать. Ага, это вот такая прям история, да? Да, это история, жизненная история, и этому посвящён памятник. И многие памятники, например, в Батуми имеют какие-то исторические факты. Кроме этого, чем славится город Батуми? Это город славится своей набережной. Набережная, которая составляет до 8 километров. Это старая набережная, она вся сделана уже под велосипедные дорожки. Огромное количество стоит лавочек, огромное количество магазинчиков, ресторанчиков. Всё находится возле набережной. Что ещё хотелось сказать, чем интересен Батуми? Здесь есть возможность... Здесь огромное количество парков, именно мест проката велосипедов. Да, да. Так как Батуми это не маленький городок, здесь есть возможность взять велосипед, как в Батуми, так это возможно взять в Кабулете, Махинжаури. Берём в одной точке, сдаём совсем другой. То есть огромное количество точек, где мы можем взять этот велосипед, поехать по городу, покататься и вернуть его в совсем другом месте. А сколько стоит? Здесь вдаётся накопительная карточка, которую надо купить единоразово. Единоразовая карточка стоит 10 лари. То есть в 10 лари мы покупаем карточку, и на карточку мы ложим деньги. Опять-таки в первый износ мы ложим 10 лари, но 10 лари это уже на 5 часов езды. Мы можем откатать буквально час, у нас останется ещё 4. Мы приходим опять-таки к велосипедному паркомату, прислоняем карточку, берём велосипед, у нас ещё осталось время. То есть вот тоже интересная система, которая в принципе контролируется батумским муниципалитетом, на что мы можем обратить внимание. Вот, хотелось, конечно, обратить внимание, почему именно TPG с вылетами в Батуми. Ну, конечно, у нас огромное количество уникальных экскурсионных туров. У нас есть комбинированные туры. Это туры Тбилиси плюс Батуми. У нас в этих турах включена прекрасная экскурсионка по Тбилиси. Это, опять-таки, достопримечательности этого города. В этом городе, в Тбилиси есть что посмотреть. Это прекрасные достопримечательности, такие, как, например, Нарикала. Это крепость, которая ещё с 4 века. Это Цминда Самеба. Это один из самых высоких православных храмов в мире. И кроме этого ещё огромное количество мест. И ещё в Батуми обязательно, ой, в Тбилиси нам нужно посетить в обязательном порядке тбилисские рыночки. Где можно купить любые фрукты, чурчхела, сыры, вино. Всё за минимальные деньги. Но это на территории старого города, правильно я понимаю? Ну да, это я говорю сейчас про Тбилиси. Это дезертирский рынок. Ой, не знаю, где такой. Я даже не видала. Этот рынок, он находится, можете, если говорить, возле Боржонского вокзала. То есть это правый берег города. Есть возможность посетить такой рынок. А, вот секретик, да, вы рассказали. Потому что секретик рассказывали. Потому что я когда была в Тбилиси, я, в общем, даже и не слышала, и не посетила. Все туристы в основном посещают рынок у Сухого моста. Ну да. Это рынок, где огромное количество сувениров, картины и так далее. Есть рынок именно фруктовый и так далее. Это тоже прекрасный рынок, где можно купить, например, килограмм граната буквально за 1 лари. За 10 гривен, чего не купишь никогда в Киеве, например, или в Украине. Вот такие у нас есть туры комбинированные. Потом мы, конечно же, переезжаем в Батуми. Не забываем о том, что... А, то есть прилетаем в Тбилиси, да? Прилетаем. Либо в Тбилиси. У нас два тура. Либо Батуми-Тбилиси, либо Тбилиси-Батуми. Тбилиси-Батуми у нас начинается с 21.06. Этот тур у нас называется «Удивительный Тбилиси-Батуми». В первый же день, когда мы прилетаем, у нас праздничный ужин в Тбилиси. Я уже рассказывал по поводу танцев с кинжалами. Есть еще там... Это все будет в этом ужине. Танец с кинжалами, танец жениха и невесты. Огромное количество грузинских блюд. Опять-таки, грузинское вино. Потом на следующий день у нас одна экскурсия. Это экскурсия CD-тур по Тбилиси. На следующий день мы едем в Цхету. На третий день мы переезжаем в Батуми. В Батуми мы... Тоже у нас, опять-таки, экскурсия по достопримечательностям этого города. Опять-таки, это поездка еще в Горную Аджарию. Посетить Горную Аджарию, когда бываешь в Батуми, это обязательно такое место. Это не рукотворная природа, прекрасная просто. Это прекрасный город, который находится буквально возле моря. Грузия большая, как и Украина, тоже разносторонняя страна. Вот ваше личное впечатление о Грузии. Самое любимое место в Грузии? Грузия, в принципе, это очень уникальная страна. Это прекрасный город Тбилиси, столица Грузии. Это морской курорт Батуми. Это прекрасные горнолыжные курорты, такие как курорты Гудаури, Бакуриани. Это лечебка, которая знаменита на весь мир. Это Боржоми, это Цхалтуба. Все мы часто видим в магазинах ту же самую водичку Боржоми. Это вода делается, конечно же, в Грузии. И многое-многое другое. Это, конечно же, Грузия славится своим, опять-таки, колоритом. И кроме этого, обязательно надо вспоминать о грузинской кухне и о грузинском вине. Да. Так как именно грузинское вино является, и вино в Грузии, грузинское вино является родоначальником виноделия, в принципе, в мире. Поэтому обязательно надо посетить ту страну, надо рассмотреть ее с разных ракурсов. С одной стороны, надо посетить это море, так как уже лето наступает в ближайшее время. Конечно же, надо посетить экскурсионку города Тбилиси. Возле Тбилиси огромное количество экскурсионных аттракций. Это тот же самый город Нцхета, это пригород города Тбилиси. Тбилиси – это первая столица Грузии, это место паломничества огромных количеств туристов, как грузинских, так это и туристы из стран СНГ, так это туристы из мира. Кроме этого, конечно же, нельзя забывать о таких местах, как высокая гора Казбех. Визитная карточка Грузии, да? Конечно, да. Визуальная, скажем так. Это вторая гора по высоте на всем Кавказе, если не считать ту же самую гору Эльбрус в России. Ну и, конечно же, надо рассматривать тот момент, что есть Кахетти. Кахетти – это регион вина, но кроме вина, это еще регион любви. Город Сигнаги – это уникальный город, в котором есть возможность в любое время, 24 часа в сутки, каждый день в году, просто взять и расписаться, например, в ЗАГСе, так как работает круглосуточный ЗАГС. Срочно надо, можно это сделать в городе. Такой город есть, таких городов, в принципе, в мире очень мало. Это Лас-Вегас и Сигнаги. Больше таких кабинетов. Класс.